Что касается Запада, эволюции, поговорили про общество российское, про эволюцию режима на протяжении этих двух лет, а теперь что касается Запада, во-первых, стоит ли разделять Европу и США в этой эволюции, это раз. Второе, как оцениваете, можно ли считать Мюнхенскую конференцию, которая была недавно, в середине февраля, в преддверии второй годовщины полномасштабного нападения, как некий такой поворотный пункт, там было мощное выступление Зеленского, где он, собственно, напомнил все, что он говорил и ранее, и к чему начали приходить вроде как европейские лидеры. Были подписаны двусторонние соглашения с Германией, с Францией, ну и довольно так активно продавил Зеленский, видимо, поставки вооружения, потому что после Мюнхенской конференции начали активно заявлять про свои военные пакеты помощи разные страны. Одна из последних, это была Испания. Вот насколько Запад, или если угодно, эволюция Европы, Европейского Союза и Соединенных Штатов, насколько они восприняли серьезность ситуации за эти два года? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала просто более широко взять и сказать, а что, собственно говоря, сейчас происходит в мире, как мы оцениваем то, что происходит в мире, и от этого отталкиваясь, можно говорить о том, что происходит на Западе. Я думаю, что наиболее адекватная оценка, знаете, слова имеют значение, термины имеют значение, диагноз имеют значение. Поэтому вот моя оценка, мой диагноз, что сейчас идет своеобразная, очень своеобразная форма мировой войны. Это мировая война. Главный театр военных действий находится в Украине. Другой театр военных действий, той же самой мировой войны, находится на Ближнем Востоке. Эта мировая война ведется против западной, против евроатлантической цивилизации. Почему я говорю евроатлантической? Потому что, во-первых, она таковая и есть, а во-вторых, потому что еще один третий фронт этой мировой войны, правда, без стрельбы, идет в Соединенных Штатах Америки. И то, что делает Трамп, это фактически война против евроатлантической цивилизации. Трамп воюет с европейской, евроатлантической цивилизацией внутри Соединенных Штатов Америки. И на его стороне почти половина американцев. Это трагедия. Это большая трагедия. Вот это то, что касается в целом оценки. Теперь, как Запад изменился? Запад изменился, да. В результате этой войны произошло, безусловно, расслоение. Значительная часть и крайне правых, и крайне левых фактически поддержали войну Путина. По сути дела, то, что мы видим сейчас, вот Трамп, как представитель крайне правых, значит, какие-то крайне левые, которые, так сказать, поддерживают Путина по другим основам, по противоположным, но крайности в данном случае сходятся. Знаменитая теория Подкова в данном случае действует. Так вот, если говорить о вот этой вот конференции Мюнхенской, то я думаю, что это такое очень позитивное событие. И она воплотила все те ощущения, все те настроения, которые до этого сконцентрированы были в выступлениях и президента Чехии Петра Павела, и в министра обороны Германии Писториуса, и в выступлениях лидеров стран Балтии, то есть значительной Финляндии и так далее. То есть, на самом деле, значительная часть политической элиты Запада понимает, что это, ну, может быть, они для себя и не формулируют такой термин, как «мировая война», но они понимают, что это, в общем, действительно, Путин воюет не только и не столько против Украины, как против евроатлантической цивилизации, в частности, против Европы. И отсюда вот эти вот постоянные призывы вооружаться, значит, помогать Украине и так далее. То есть, я думаю, что Мюнхенская конференция, прошедшая на минувшую неделю, она была действительно, ну, в какой-то степени поворотным пунктом. Мюнхенским сговором ее назвать нельзя? Нет, конечно. Мюнхен – плохое слово в историческом плане, но в этот раз, ну, не знаю, реабилитировал он себя или нет, но, во всяком случае, Мюнхенская конференция – это, безусловно, шаг вперед в поддержке Украины. Ну, прямо скажем, это, в общем, такой забрежил свет в конце туннеля, потому что ситуация до этого, она выглядела довольно тяжелой, потому что действительно, прямо скажем, что Россия продолжает превосходить Украину во всех практически параметрах, за исключением современности техники, за исключением мотивации и за исключением, ну, может быть, качества военного руководства. Хотя здесь тоже вот как-то однозначно, так просто шапкозакидательски сказать, что, значит, здесь такое превосходство есть, довольно трудно, потому что оккупационная армия учится, оккупационное руководство оккупантов учится на своих ошибках, и на сегодняшний момент, по признанию и самих бойцов ВСУ, в общем-то, так сказать, оккупанты стали воевать более умело, более, так сказать, более подготовлено и так далее. Вот, но преимущество, безусловно, натовского оружия над оружием, которое у России есть и которое производится на самих российских военных заводах и тех, которые обеспечивают союзники, коих-два основных союзника, это Северная Корея и Иран, безусловно, это оружие проигрывает, существенно проигрывает. Вот сейчас, кстати говоря, я не знаю, на минувшей неделе было голосование в Бундестаге, и несмотря на то, что там политические всякие манипулирования произошли, но тем не менее, есть очень высокая вероятность, что Таурусы просто все-таки придут в распоряжение вооруженных сил Украины, так же, как и самолеты F-16, а может быть и F-35. И вот это может изменить, причем, так сказать, там позиция была именно такая, что вот эти дальнобойные ракеты предоставляются для поражения цели в глубине России. Вот если это произойдет, то это может, конечно, существенно изменить ситуацию, если начнут обстреливать военные объекты, ну, их сейчас уже обстреливают, но обстреливают дронами. И дроны, это все-таки, при всем понимании того, что это оружие 21 века, но тем не менее, все-таки дроны по своей поражающей мощности, это все-таки не то, что может объяснить людям, что война пришла на их территорию. А вот Таурусы, вот F-16, вот какие-то другие средства поражения, которые могут изменить ситуацию и на фронте, и, в общем-то, перенести войну на территорию России, это совсем другое дело. Так что я думаю, что в перспективе, я не знаю, в 24-м ли году, или ближе к концу, или, может быть, даже в начале 25-го года, потому что мы отдаемся отчет, что в этом 24-м году война все-таки не закончится. Я думаю, что мы вряд ли будем правы, если будем считать, заниматься шапкозакидательством и считать, что война может быть закончена в 24-м году. Нет, скорее всего, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!